И тогда по традиции спрашиваю, можно ли записать нашу сессию для публикации у меня в соцсетях в доступе? Да, можно. Спасибо большое. Спрошу в конце, если передумаете, нигде не будет опубликовано. Хорошо. Как дела, как настроение? Как вообще прошло время с прошлой сессии? Настроение вообще замечательно, несмотря на... Конечно. Да, да. Вот. Немножко я попереживала, конечно, так мне это вывело из клиента. Вообще нормально. Писала цели, перестраивала рабочий график, поменяла цены, в два раза увеличила. Как ни странно, клиенты не ушли. Супер. Озвучила это на прошлой неделе клиентам. Мне сказали, причем были такие ответы, которых я там... Ну, то есть для меня это было из состояния, что так можно было. То есть мне сказали, что ну да, мы знаем, что ты там дороже стоишь. Ну, то есть у меня, конечно, это вызвало бурю негодования. В смысле вы знаете, почему вы мне платите мало. Ну, то есть вот в этом формате. Но, в общем-то, для меня это такой вот момент, как, я не знаю, проверки реальности, наверное, на что-то, на какие-то мои желания. Вот довольно это интересно. Запрос на сегодняшний коучинг, вот я не знаю, насколько он коучинговый запрос, я начала писать цели на следующий год. И вообще меня вот эта история, она очень долго сопровождает в течение жизни, что мне хочется несколько делать дел сразу, просто вот. Ну, то есть, условно говоря, и швец, и жнец, и где игрец, то есть и там одна сфера деятельности, и другая, и контент, и продюсирование мне интересно, и маркетинг, и там еще что-нибудь, и эзотерика, и, в общем, и искусство. И я, как бы, в целом всем этим занимаюсь, вот, но меня это как-то, меня это беспокоит, почему у меня их так много, этих увлечений, всех которых, в которых хочется развиваться, и, ну, как бы, насколько это вообще для меня, ну, для меня правильно, наверное, и эффективно в формате вот того, что, ну, я просто смотрю на некоторых людей, которые там занимаются 20 лет одним и тем же, и им классно. И, ну, вроде бы, у них там результаты, и все хорошо у них. И, ну, то есть, вот у меня нет, знаете, такого, что я даже, когда в проект прихожу, я понимаю, что это ненадолго. Ну, то есть, вот, вот это вот момент, что я в этом проекте, там, пройду огонь, воду, медные трубы и так далее, у меня нет. У меня есть определенная какая-то цепь, когда я прихожу в проект, там, если я вижу, что есть должность выше, так, окей, должность выше, что нам нужно для этого сделать? Ну, мне нужно для этого сделать, то есть, в соответствии с командой, там, может быть, в которой я работаю. И все, то есть, вот, как бы у меня нет такого, что, ну, я, наверное, в каком-то определенном ключе за себя, ну, себя за это корю, наверное. В том числе, что я вот не какой-то суперусидчивый человек в плане, вот, не знаю, там, пришла в проект и работаешь в нем 3-4-5 лет. У меня есть проекты, в которых я работаю больше полутора лет и два года тот, который вот я с перерывами работаю. То есть, там, проектная работа, но в целом, как бы, вот одно. Я начала вчера раздумывать над этим, да, то есть, раскапывать эту ситуацию, и, наверное, я себя успокоила тем, что, ну, просто продукт мне перестает то ли нравиться, то ли он становится для меня, нет, не перестает он мне нравиться, он для меня становится понятен. И, как бы, вот, мотивация, даже не мотивация, а, ну, это, знаете, вот, я не знаю, как это назвать, наверное, это даже не мотивация, это вот, когда ты учишься в школе, и ты знаешь, что Мария Ивановна тебе поставит пятерку, если ты ответишь, там, пятый параграф, а шестой она у тебя спрашивать не будет, ну, и, как бы, и ладно. Ну, то есть, вот, вот этот момент, и момент с тем, что Мария Ивановна, скорее всего, будет спрашивать пятый параграф еще четыре лекции следующих, четыре семинарских. Ну, и, собственно говоря, да, то есть, вот, примерно то же самое, да, то есть, относительно каких-то долгих проектов у меня происходит. То есть, я бы не сказала, что мне прям становится скучно, то, что проблемы все равно разные могут возникать. Но есть вот какой-то момент то ли потухших глаз, то ли вот чего-то такого, что, ну, то есть, насколько это, вот, насколько это хорошо, потому что я знаю и читаю в разных книжках о том, что вот цель, фокус на чем-то одном, да, то есть, вот туда бить и так далее. Но при этом, как бы, когда тебе, ну, когда у меня есть несколько проектов, и в которых хочется параллельно расти, для меня это, то есть, как бы, не коррелируется, то есть, не бьется теория с тем, что я проживаю. Вот, и, собственно говоря, относительно того запроса, с которым мы пришли на коучинг, я предполагаю, что это очень сильно вяжется, потому что работа, допустим, в больших проектах, она предполагает погружение, да, и, наверное, долгосрочную работу. А мне хочется вот как это, как стрекоза по разным, по разным нишам. Что бы для меня было, наверное, лучшим решением этого вопроса, этого запроса, это... Это понимание, как для меня, как для меня будет вот как-то, что это нормально для меня или ненормально, то есть, это меня останавливает и с этим нужно работать, или это меня как-то какие-то дополнительные бонусы дает. Вот, то есть, для меня это нужно, как бы, нужно уточнить, наверное, относительно того, как это вот, как это влияет. Потому что, возможно, много проектов дают усталость, а один проект дает скупу, то есть, один долгий проект. Вот. Вот вы озвучили много-много разных направлений, и о том, почему вам так много интересно, и несколько раз акцентировали внимание на том, что насколько вообще это правильно, и что другие по 20 лет работают. И мне даже стало интересно, не те ли это другие, которые у нас появляются регулярно, с которыми мы сверяемся практически по каждой теме, чтобы... как у них там, и о том, что корите себя за несуперусидчивость, а что если что-то пытаетесь сделать, то получается элемент потухших глаз. Вы сравниваете себя со стрекозой. Угу. 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 проговорила, я не подумала о том, что вот эти другие. Для меня вот эти другие, это не те другие, с которыми хочется работать, а в целом просто мое окружение. Это те, которым, наверное, можно что-то? Что это за другие тогда? Я наоборот воспринимаю это, знаете, с точки зрения такой вот застарелости мышления, наверное, больше. У меня есть негативное отношение к тем, кто очень долго в чем-то варится, работает. Для меня, допустим, ну для меня вот красный флаг, допустим, даже на собеседованиях, когда кто-то начинает из начальников или из моих каких-то будущих коллег говорит, я вот здесь очень долго работаю. И я такая пока. Я ухожу из этого мероприятия. Все, до свидания. Не знаю, почему так, потому что ну потому что у меня было очень много моментов, когда люди таким образом мысля творили дичь несусветную в проектах, когда то есть вот опирались на какие-то прошлые свои опыты, а в 2015 у нас это сработало, а в 2015 что вы делали, Валентина, учились? А вот я уже работала, ну то есть вот что-то в формате такого. Ну то есть это негативная коннотация больше для меня в формате. то есть это не но при этом я понимаю, что скорее всего в больших проектах нужно примелькаться, нужно работать долго, нужно там себя показывать очень активно, да, то есть чтобы там кем-то стать, кем-то быть, да, то есть и так далее. У меня же, например, рост как происходит на данный момент, то есть он происходит по большей части через коммуникацию с, ну то есть со своим непосредственным руководителем или с командой, то есть в формате там каких-то идей. И вот здесь момент относительно запросов, вот то, что я тоже еще вытащила вчера, размышляя над запросом на поучинг, на сегодняшний, ну что для меня, наверное, ну не то, что не норма, а мне даже не хотелось бы сильно быть каким-то прям большим руководителем в формате, то есть всем, все за всех там контролировать, да, то есть и так далее, а вот в формате, то есть в своей, своего какого-то конкретного дела и конкретного проекта, то есть это единственное, до чего я вчера додумалась, вот относительно бесконечного количества увлечений, то есть получается, ну возможно я начинаю вот таким вот образом делить, да, то есть вот здесь я за это ответственна, и вот это вот я могу контролировать. И до тех пор, пока мне это интересно контролировать, я вот нахожусь в проекте. Перестает быть интересно, или перестают какие-то новые интересные проблемы, ситуации возникать, я ухожу что-то другое решать, то есть кому-то другому. То есть вот момент, я еще прохожу коучинг по речевым стратегиям, тоже делала сверху по ценностям. И вот меня, наверное, даже в какой-то степени вот ошарашило в формате того, что ценность стабильности для меня не ценность. Ну, то есть вот в формате работы. Может быть, я просто не совсем адекватно воспринимаю слово стабильность, долгая работа, да, возможно, это просто мои негативные установки относительно того, что ну вот те, кто работают долго, они вот такие, они застарелые, они такие уже. ну вот стандартного понимания в негативном ключе слова бюджетник, то есть которые там вот такие бабки по 50 лет работающие, вот для меня, наверное, это об этом. И, кстати говоря, я так предполагаю, что это основное вот из вот этого запроса, который я озвучиваю. Я запутываюсь. Получается, что надо записать. А что записываете, тем поделитесь. Я записываю вопрос, почему стабильность это плохо для меня, то есть почему для меня это не ценность, почему это не идет туда. Ну, как-то фокус моего внимания не направлен на формат вот осесть где-то в какой-то профессии, в каком-то, ну, не в профессии, а вот в формате проекта, то есть в какой-то должности надолго. Тина, могу спросить, вот вы сказали, что стабильность не ценность, а что ценность в контексте проектов и работы? Свобода для действий вот в формате там моих должностных обязанностей деньги креативность, ну, возможность творческой какой-то реализации, а давайте-ка попробуем, давайте-ка протестируем, давайте. Вот, в этом формате и ну, и экологичность общения, то есть там не нарушение границ, вот это всего, не перехождение на личности, это вот основные, которые я выцепила относительно работы. и в этом плане тогда получается, если стабильность плохо, я просто пытаюсь разобраться, что мне дает эта установка, то есть, чего она мне портит. Установка, что стабильность плохо, да? Да, что она мне портит, почему, ну, как бы, почему от нее надо отказаться в формате дальнейшего развития? Ну, во-первых, да, то есть вообще никак, сейчас у меня аж макги скрипят уже. Ну, потому что тогда получается очень много усталости, во-первых, если много проектов, если много разных направлений деятельности, то есть, даже если, как это, как в том анекдоте, какое все вкусненькое, да, как про боярышник, ну, то есть, усталость приходит больше, то есть, все равно, как бы я не строила график, я все равно не могу там впихнуть 25 проектов в день, то есть, им заниматься, то есть, усталость. по-моему, я иду в тупик просто сейчас. Кина, могу поделиться? Вот у меня такая странная, такой странный образ пришел в голову, не знаю, насколько это туда, вот мне кажется, что вы пытаетесь себя куда-то насильно впихнуть и чувствуете какое-то из-за этого внутреннее сопротивление, но при этом почему-то все равно хотите себя вот впихнуть именно туда, не поисследовать, какие есть варианты, как это можно интегрировать, что для вас будет хорошо, а прямо вот впихнуть или ошибаюсь и не в ту сторону? Возможно. Кстати, говорят, да, есть такое дело. Ну, то есть, меня аж прям вот аж вот до тошноты, то, что я сейчас пытаюсь вот раскрутить в эту сторону, наоборот, стабильность плохо, тиро стабильность хорошо, для меня это ух, тяжко. А зачем делаете-то это? Ну, потому что я понимаю, что, допустим, формат стабильности может дать тогда просто несколько проектов, на которых хочется остановиться, честно говоря, вообще у меня ступор и в формате нафига я это делаю, по-моему, незачем. Вообще, я, по-моему, сейчас время трачу и куда-то я ушла вообще не туда. Так. То есть, в формате как можно с этим, с тем, что есть, взаимодействовать, то есть, как можно из этого вытащить ресурсы из того, что хочется много проектов, именно все попробовать. Но, опять же, все я не попробую. Ну, как бы, ресурс мой, он тоже ограничен, да, как человека. Вот я вижу это решение этой ситуации на данный момент как расставление просто приоритетов. в работе. Ну, у меня сейчас так и есть. То есть, вот, в, там, есть проекты, с которыми мы, ну, более-менее серьезно взаимодействуем, где-то там, я в штате, то есть, и на эти проекты я отложу больше времени. есть там много разных интересных еще проектов и разных интересных ниш, чего-то нового, что можно протестировать, где-то узнать, какого-то опыта с кем-то задружиться и так далее. И вот для меня это прям очень жесткий оброничитель в формате того, что даже работая, даже имея стабильную зарплату в проектах, я все равно иногда просматривала Headhunter на предмет чего-нибудь интересненького. Классно! А что здесь беспокоит? меня беспокоит в формате того, что ну как бы сядь, ну что ты как ягодишь, успокойся, ну то есть работай, что еще надо? То есть в формате... Кто это говорит-то? Ну это родительская фигура получается, да, вот это. А вообще это установка родителей, то есть в формате того, что вот а что это ты как-то нестабильно работаешь, а что это проект уйдет и ты будешь на бабах, ой, сил. И вот как раз сюда вы пытаетесь себя впихнуть и удивляетесь, почему вы чувствуете сопротивление. Точно, точно, точно. При том, что чуть раньше и совершенно на другой энергии, как мне показалось, вы сказали, что вам важна свобода действовать, деньги, реализация, креативность, экологичность общения. Вот они, ваши истинные ценности и то, что вас драйвит, как мне показалось. точно. Точно. То есть, фактически, нужно просто себе разрешить это и все, как бы, отколебаться от себя в формате, наверное, проектов. интересно. Я просто сейчас о чем подумала, что вот основной вот этот запрос, который на коучинг у нас был. Ну, вот этот вот момент, да, то есть ограничений, что вот это точно должно быть стабильно, вот это должно быть на три тысячи лет. И я не подумала о том, что большие проекты тоже могут быть на короткий срок или на какую-то проектную работу или на вот на задачи, которые только мои и все. Конечно. И, наверное, в них тоже можно найти в больших проектах и креативность, и экологичность общения, и деньги, и все то, что вам самой важно и органично. Без бабок-бюджетниц. Да. Ну, блин, то есть фактически это просто я просто выбираю таким образом думать, действовать, да, то есть самостоятельно себя отгонять от этих больших проектов в формате. Ну, то есть у меня была какая установка в самом начале, что большие проекты не для меня, там я недостойна и так далее. Ну, то есть я выбираю быть недостойной, то есть я выбираю таким образом действовать. Ты ж, ё-моё. Это прям как раз с наших прошлых сессий. Да, да, вот этот момент я просто его сюда прикладываю и вот эта вот история с тем, что я могу, кстати говоря, здесь еще вот есть такой момент, это такое последствие этой трактовки установки есть в моменте, что я выбираю загрузить свое время дополнительными еще проектами, то есть теми, которые нравятся и те, которые, ну, прикольно было бы, ну, если они ко мне пришли, значит, они меня выбрали, вот у меня есть еще вот эта история, что они меня выбрали, ну, а если я сейчас не пойду туда, они пойдут куда-то еще, вот. Я просто время занимаюсь для того, чтобы не заниматься чем-то более приоритетным. Почему? Потому что стабильность это плохо, почему? Потому что фокусировка это плохо. но все время моего заработка у меня были только короткие проекты, ну, более-менее короткие проекты, то есть там год, два, три, то есть не прямо так, что ай-яй-яй. Кина, могу спросить, вот тут, как вам вообще комфортнее, я выбираю или меня выбирают? или что-то еще? Да нет, формат, формат, когда я выбираю проект и там я прохожу собеседование, то есть в формате того, что, ну, то есть что для меня на самом деле будет интересно, не просто, что там ко мне пришла мазь от геморроя какая-нибудь при всем уважении на контент-стратегию, а там что-нибудь, что-нибудь другое из других сфер. Да, этот момент важен. Была какая-то мысль, я ее потеряла. Ладно. Кина, как-то вот, мне кажется, энергия у вас изменилась. Я просто активно, активно пытаюсь размышлять по этому поводу, нет, все как было, все как было. фактически, да, то есть эта точка B, это просто расставление приоритетов относительно того, что интересный или неинтересный для меня проект. И ну у меня наверное вот этот еще вот эта история с стабильностью она вытекает из того, что если ты долго в проекте работаешь, мне все говорили, что вот там тетя Маш 300 лет работает в банке, она молодец, она там добилась всего снизов вот этого вот. Ну, а я-то не прихожу на низы уже. Ё-моё. Ну, то есть вот здесь есть момент такой, что здесь есть больше момент в формате того, что просмотреть свои проекты на предмет ценности и неценности, то есть сориентироваться, отказаться от тех, которые не очень. И ну вот все равно у меня вот это вот есть как это вот два бьющихся внутри две части в формате свободы и стабильности, потому что для меня стабильность еще, наверное, тире ответственности. есть вот это, что если ты долго работаешь в проекте, значит, ты берешь на себя обязательства надолго и так далее. ну просто я просто офигеваю, почему она у меня так внутри ну вот вот сформирована, потому что ну это не ну там секретарша может работать 20 лет в фирме но зону ее ответственности не поменяется. Ну то есть ну она стабильно работает. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. А вы как? Конечно, бардак какой-то у меня в голове относительно этого всего. Ну как как вот вообще хочется даже себя поругать в формате того, что вообще что ты такое воспринимаешь? А если не ругать себя, а наоборот похвалить, то за что это можно было бы сделать? За умение быстро включаться в проекты. Ну то есть вот исходя из того, что допустим я не не люблю долго там рассусоливать, не люблю долгие созвоны. Вот это все. Давай быстро. Первое, второе, третье. То есть вот за умение быстро включаться в проекты и за умение быстро делать работу. Наверное, за быстроту мышления. Хотя мне кажется сейчас тут вообще как это здесь на коучинге этого нет. Тут я просто тупая как сапожок мне кажется относительно своих установок. Вот. ну вот есть такое, конечно. Ну то есть что мне это дает? быстрое включение в проект умение быстро тестировать то, что надо. Допустим там запуск мы тестируем такую воронку такую, такую, такую. То есть для того, чтобы клиент не потерял свои охваты и все остальное. Если вдруг там запуск не пойдет или что-то еще. Тина, предполагаю, что вот эта скорость обеспечивает опыт, который есть и благодаря которому вы можете так быстро все это и четко анализировать и видеть и вникать. Ну да, то есть у меня большое количество ниш с опытом. Вот. А еще для меня что это дает? Это дает гиперконтроль. В формате того, что так, у меня есть три месяца на запуск. Вот. Прогрев мы делаем первое, второе, третье. Если не делаем, делаем другое. Если не это не делаем, делаем третье. Три плана Б, три плана С, три плана Е. Вот. В формате вот этого. Кина, не поняла, гиперконтроль и три плана это про что? Это относительно работы. Вот. Потому что стабильность, ответственность, да, она у меня еще подразумевается, вот эти вот бабки из бюджетов, из бюджетников, да, которые сейчас лет работают. Это расхлябанность и халатное отношение к работе. То есть, я пошла чай, попила. И, кстати, вот у меня была работа, когда я действительно сталкивалась с такими девушками. Ну, то есть, даже не с бабками, меня с девушками вот моего возраста, которые просто вот... И меня это всегда очень сильно бесило в формате «Ты серьезно? Вот ты серьезно там свои 20 тысяч получаешь и вот расхаживаешь везде? Ну, то есть, ты не хочешь ничего-нибудь еще в своей жизни сделать?» То есть, у меня всегда был внутри вот этот вот, вот этот момент, когда не бьется одно с другим, то есть, восприятие другого человека и восприятие того, как я воспринимаю мир, да, как я живу. Ну, исходя из этого, да, то есть, тогда я прихожу в проект и вот прям как этот, как... Ну, не как «Гитлер в юбке», но похоже, да, на этот, то есть в формате «Так мы делаем вот это, если мы это не делаем, мы делаем вот это, но все равно будет по-моему», то есть в формате вот этого. И ну, как бы для меня свобода – это тоже получается ответственность, потому что потом по шапке я получаю, если что-то не срабатывает у нас. Поэтому миллион планов Д, С, Б и так далее, да, вот именно в процессе работы. Это не сильно сюда относится, но она почему-то меня как-то подводит вот сюда. Возможно, а, наверное, даже точно, вот этот вот формат стабильности, здесь ответственность, вот, долгая работа, ответственная за то, чтобы просто задержаться и делать то, что от тебя требуют. И вот этот вот момент проектов большого количества – это ответственность за результат. то есть у меня долгое время не было даже оплаты вот в некоторых проектах, то есть я получала там процент запусков, и вот это вот что ли, когда фигачишь там день, ночь и еще день, да, то есть на результат. для меня это не было, не сильно было экологично, то есть я ушла от вот этого формата, не от формата результата, а от формата вот только за процент, потому что начала выгорать, потому что вот был момент, когда я просто не хочу вставать в кровати в понедельник, а я такая, блин, что за бессмысленность дедлайнов в нашей жизни, то есть такие философские темы начинают появляться, и тогда я поменяла вот на четкую, на четкую цифру. Свобода стала больше, ответственности стало меньше. Она стала какая-то другая, вот что изменилось с ответственностью? Она стала в формате без вот этого, без проявления, как Геракл, я сейчас всех спасу, таргетологу скажу, какие креативы нужны, потому что моя работа зависит от процента, и я тут везде, везде, в каждой бочке, да? Вот этот момент. Теперь, то есть, есть история с тем, что свобода – это терморологき, а также иTomato, когда-то перебираясь. Когда-то помогает, что если вы поспале, это не будет правило, это не будетированной, но можно будет сыграть, это может быть не ну, Я задумалась, о чем? Просто, ну вот, когда работаешь на результат, да, то есть, когда работаешь в нескольких проектов, и когда работаешь в одном долгое, ну, у меня есть момент с тем, что, допустим, даже не допустим, а в формате вот чего, когда это работа на нескольких проектах, то есть, я четко вижу разграничение своих обязанностей. То есть, допустим, там, если это контент, то это первое, второе, третье, компот и так далее. При этом, если я предполагаю, да, то есть, момент вот этой вот стабильности вот одного проекта и так далее, то это может быть, ну, почему-то я это так воспринимаю, может быть, это и не так, то это миллиард обязанностей. Вот в формате, ну, ты же там 24 на 7 в проекте, ну, не 24, но там полный день в проекте, значит, сделаешь и это, и то, и все. Тина, тогда это про расстановку, просто про понимание зон своей ответственности в том или ином проекте? Да, наверное, это про расстановку понимания ответственности и еще про... Да, не знаю, честно говоря, вот для меня это про скуку. Про что? Про скуку. Ага. Вот когда полный день, допустим, в проекте работаешь, то есть, ну, я не могу так включаться, то есть, у меня есть там цель, исходя из рабочего дня, я эту цель могу выполнить, ну, там, за полдня. И вот когда беличий транс происходит, что делать дальше в формате, ну, понятно, что можно попросить там еще какие-то обязательства, обязанности и так далее. Но для меня это тот момент, когда... Это формат не свободы, вот опять же. То есть, может быть, история с тем, что, допустим, там, кто-то же может написать и сделай за 15 минут то, что нужно сделать за час. Ты же у нас в штате, ну, то есть, вот этот формат обязанностей, наверное, и, да, формат не свободы. А что такое свобода для вас, Инна? Для принятия решений в проекте относительно того, как там, как выбирается стратегия, как действуем мы в формате того, что у меня остается время на какие-то другие занятия в течение дня, которые тоже могут быть связаны с работой, то есть, это может быть иностранное, это может быть там дополнительное обучение какое-то, вот. Да и в целом я как человек, да, то есть, как не в проживании жизни, да, после пяти вечера до девяти утра, а в течение дня чего-то остающегося у себя. Ну, блин, почему-то я сейчас на это смотрю, и мне становится прям даже смешно, потому что в моей голове было о том, что большие проекты, стабильная работа, вот там какие-то достижения карьерные, они подразумевают только стабильность, то есть, они подразумевают только фокусировку на чем-то. Но точка фокуса в коротких проектах, она жить больше для меня. Я так не смотрела. Что меняется, если так смотрите? Да, вообще, как это, растворяется этот запрос в формате его решения, то есть, как это? А Ларчик просто открывался, вот, в формате этого, что, ну, зачем тогда? Ну, то есть, это, получается, вопрос приоритетов? Спасибо. Мы уже, наверное, третий раз уже возвращаемся к тому, что вы говорите, это все про приоритеты, про то, что для вас важно. Да, и просто в этом плане у меня что, проблема-то какая, выстроить эти приоритеты, то есть, для меня, что должно быть в приоритете, вот, для меня это тоже, знаете, вопрос со звездочкой в формате. А что должно быть для вас в приоритете, Тин? Ценности. И, исходя из этого, просто тогда уже выбор, да, сделается относительно проектов. То есть, коррелируются они с этим или не коррелируются? А не в формате того, что вот ко мне пришли, я возьму эти и эти. А еще вот эти, вот эти меня порекомендовали тем, поэтому я тоже туда схожу. Да. А что чувствуете сейчас, Тим? Ну, мне прям полегчало, прям хорошо. Ну, то есть, в момент, когда хочется взяться за HeadHunter и хочется взяться за разгребание директов предложениями с офферами, то есть, в первую очередь, должна быть, не, должен быть не формат того, что, ой, проект хороший вроде, ребят, молодцы, мне тоже хотелось бы поработать, ой, ну, это, наверное, интересно. Интересно о формате, вот, в первую очередь, ну, ценности, да, то есть, видимости ценностей в себя в этом проекте и наоборот. То есть, и в одну сторону, и в другую сторону. Потому что я обычно смотрю только в одну сторону, как я мог быть полезна. Ух ты, у меня прям вскрывается ещё кусок всякого говна, словно говоря. Хорошо, принесёте. Сознательно того, что как я только могу быть полезна, да, а не как мне. То есть, это вот прошение отзывов, это вот увеличение цели, цели, цены. Я даже не могу это произнести. Ай-яй-яй, да. Инна, мне кажется, что, поправьте, если не в ту сторону, что это ещё и про какую-то честность самой с собой. Да, это в первую очередь тоже, даже про это. Ух ты. Ну и вот, исходя из этого, да, то есть то, что вот просто как-то мне полегчало как-то, для меня вопрос решённый. Просто сейчас обратную связь, да, хочется относительно взаимосвязи, просто чтобы мне это как-то доуложилось. Вот стабильность – это плохо. Бабки 50-летние, сидящие там на работе, ничего не делающие, деньги получающие и так далее. Они для себя. Вот, вот если таким образом смотреть, да, они для себя. А я для других, поэтому они плохие. А я не для себя, поэтому те, кто для себя, это какой-то поток сознания. Поэтому те, кто для себя, они, ну, как бы недостойны внимания и хороших слов. Японский бог просто. Как это вообще? Да, Ксим, как это вообще? Как это вообще в моей жизни? Откуда это вылезло? Ай-яй-яй, да. Блин, да. А что меняется по ощущениям, Кин, если оно вылезло и уползло, например, с пляжа? Всё, нет его. А нет, вот это вот ощущение того, что, если я беру короткие проекты, то я, наверное, не такая, то, как это остальные лучше, которые долго сидят в проектах, а я хуже. И надо выбирать проекты только какие-то прям супер-мега интересные, там, в которых надо долго сидеть. При этом их же боятся, этих проектов. И туда же не идти, и корейцы, и потом... И туда же не идти, и покапить собеседование, да, да. Ё-моё. А ещё вот это для себя, для других, это история с тем, что, ну, это же ночная работа, вот это всё, что я делаю там пиляр дел. Меня, наверное, с полгода назад не взяли на одно, ну, не взяли, как-то получила я отказ. И я долго думала, почему так. И вот у меня сейчас просто флэшбэком это. То есть она спросила у меня, ваши лучшие качества, что-то такое. Я сказала о том, что, ну, там, мои лучшие качества, это... Я не помню, как я дословно говорила, но что-то типа, что у меня есть всегда план С, план Д, план Е. Я всегда делаю больше, чем надо. То есть вот в этом плане. А нахрена? Ну, то есть вот в формате этого. А зачем делать? Ну, делать не то, что делать больше, зачем, а... Ну, то есть это такая позиция спасательства. То есть я уже там на последних, на последнем издыхании, но сделаю вам пять вариантов, выберите лучший. И не платите ещё мне за это. Да, нет, заплатите за один. Вы платите за один, вы же один выбрали. Да. Глин. Ну, и тогда в целом вот этот градус внимания, допустим, в некоторых проектах, он тогда будет падать. Ну, то есть не градус внимания, а градус важности. Угу. Ну, прям круто. Надо где-то сделать себе татуировку с этим, с этой надписью, да, то есть для себя, не для... Ну, не в формате для себя, а не для других, а наоборот, чтобы был баланс между этим. Угу. Супер, Тин, и с чем тогда уходите? Ой, с ощущением того, что опять надо перелопатить кучу разных своих дел. И даже с ощущением лёгкости, потому что у меня есть даже какие-то школьные увлечения, ну, школьные увлечения, такие, какие-то там, ну, такие поверхностные увлечения, которыми... Вот, которые я сейчас понимаю, что я выбирала не из позиции для себя, а из позиции, там, для того, чтобы... Сказали, такой, какая молодец девочка, там, поёт, на фортепиано играет, ой. А мне это, ну, как бы, не сильно надо было. Ну, то есть мне было прикольно в формате клавиши понажимать, то есть, ну, как бы, хотелось ли бы мне этим заниматься на постоянной основе, ну, наверное, и нет. Я корила себя за первые работы после института, когда я шла по специальности, по основной, думала, блин, я там не удержалась, ну, как-то... Причём я уходила по собственному желанию, то есть мне не выгонял никто ничего, ну, то есть я всё равно уходила с ощущением личного поражения. Вот оно, вот оно, значит, как бы, оно было и просто... Я себя корила, потому что я поступала в формат для себя. Какая-нибудь стратегия поведения. Да, да. Со школы налаженная с детства. Я бы даже сказала, что вообще с пилёным формата для себя, вот это для себя, для других, это прям вот вообще просто... Я же говорю о том, что вот скрылось прям то слово, которое вот было использовано здесь, да. Ух ты ж, ё-моё. Я вас благодарю, потому что это, как это, требует ещё очень-очень долго рефлексии относительно вот сверки, сверки от, ну, вот, новой вот этой вот, да, установки. Здоровой, наконец-то. Что-что? Какие действия после сессии покажут, что вы выходите из этого стереотипа поведения? Ну, во-первых, это посмотреть проекты. В некоторых проектах я себя там не совсем хорошо чувствую, но при этом, вот, исходя из вот этой старой установки, остаюсь. Мне надо пересмотреть своё поведение, да, своё поведение в отношении проектов и в отношении выбора работы. Это то, что вы сказали, через ценности будете смотреть. Да, да. И вообще, мне кажется, вообще везде всё. Мне опять надо будет понаставить себе будильников на неделю и опять проверять, из какой позиции я сейчас это сделала. Из себя, то есть для себя, для другого человека или как бы равноценно. Ну, потому что это везде, то есть это не касается вообще, ну, вернее, это касается работы, но это не только касается работы, это всё. Конечно. Мне кажется, что вы очень правильно сказали, что ещё вот из какой позиции, потому что, может быть, девочка выходит, школьница или та, которая ещё младше в какие-то моменты. Да, 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 есть такой момент с этим. Ну, это как бы в большей степени не про то, чтобы там себя как-то корить, а про то, что по-другому, то есть начать действовать. То есть мне, ну, это не, то есть мой этот вздох там такого, такой сложный, это не состояние того, что там хочется на себя поорать и сказать, что у какого-какого рожна, да, так было. Ну, было всё уже, ладно. А как будете поддерживать себя на этом непростом пути? Поддерживать? Ну, я это вижу просто в формате, я делаю эту практику вот с начала наших сессий, я описываю прошедший день вот по фактам и анализирую относительно запроса. Вот. Не всегда я могу записать всё, что было, потому что я что-то где-то где-то упускаю, но вот эта вот практика с будильниками, да, для меня, она для меня супер рабочая почему-то. Я просто себе говорю, молодец, как-то вот похлопать себя по плечу относительно того, когда вот я поступила иначе, мне прям аж хорошо получилось. Вот. И моменты, когда, ну, где-то я зафакатила, всё равно вот на автомате поступила, я их тогда выписываю, вот, когда по будильнику я отслеживаю, что, а вот тут вот я где-то, где-то всё-таки старая, да, тут что-то вылезло, я прописываю в формате того, как я в следующий раз буду поступать. Да, то есть вот у меня прям отдельно инженер заведён, и вот по каждой ситуации несколько раз, ну, то есть чтобы заполнить. Я не знаю, на самом деле, ну, вот насколько эта техника, она там верная-неверная, но она меня немножко так уводит из осуждения себя, что вот опять, опять, а вот состояние, вот, а что ещё потом можно сделать? Конечно. Вот этот момент. Ну, честно говоря, мне кажется, мы можем даже как-то закругляться, да, заканчивать, потому что мне прям как-то меня отлегло, и в то же время прилегло что-то новенькое, да, то есть там, порассматривать, да, то есть себе именно вот с точки зрения дел. Угу. Хорошо, Тин. И у меня просто вот этот запрос, он вылез тогда, когда я начала писать цели на следующий год. Прямо там, мне кажется, целей 80 надо выкинуть вообще. Угу. То есть я обычно вот эти цели воспринимала, знаете, как практика есть, что когда тебе эту цель вот прочитываешь, и ты на неё смотришь, и вот если бы это была не цель, а вот, не знаю, там, чаю принести. То есть, угу, 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 хочу, не хочу. Угу. Ну, это так не работает. То есть вот теперь нужно из вот этой вот позиции смотреть. Я там перекорнаю половину целей. Из-за перестанет. Из-за следующего века. Ну, вот в моменте того, что я не справлюсь, и опять будет какая-нибудь история с тем, что, ну вот, не все цели закрыты. Можно горить блокнотика. Да, можно себя поругать. Да, вот этот вот момент. И надо посмотреть ещё цели, которые были на этот год, хотя бы ещё тройку доделать. Вот, вытащить те, которые были для меня, и чтобы именно окончание года оно было, пока тут у нас две недели остаётся. То есть, чтобы оно вот прям было такое для себя. Да, даже, честно говоря, вот для других не хочется, а просто для себя позволить именно кайфануть. Супер. Кайфануть идя к цели, да? Да, да, вот в процессе. Я там долго курсы хотела купить дорогие или подарить всем дорогие подарки. Будут курсы. Прекрасно. До свидания, да, с подарками, с этими, нет. Ни фига. Ну, то есть, да, вот у меня очень-очень долго было, то есть в формате, что нет, это же там... Ну, то есть, там, большим количеством денег исчисляют, там, не одну, не один десяток тысяч. Ну, ладно. Вот. Ну, то есть, да, позволить себе что-то или купить такое, что очень долго хотелось, или... Не или, а и. Что за или? Да. Вот опять. Вот опять понеслась, да? Договориться, договориться с собой. Ну, в целом, да, вот по делам на эту неделю. На следующей неделе будет у нас звон, и... Как вы чувствуете? Как вы чувствуете? Честно говоря, я не знаю. Наверное, давайте оставим. Просто именно это предновогодняя неделя, все уже уходит в отпуск. Будет у вас время? Время у меня будет. Здесь важно по вашему внутреннему отклику. Ну, успеете ли сделать все запланированное за неделю, или нужно больше времени? Поэтому нам комфортно. Я думаю, что я успею. Окей, тогда получается 22-е. А, вот можно только? Сейчас я скажу. Вот днем не можете, Тин? А любое время в следу вообще? Ага, сейчас. Ну, вот если 3 часа, например. 3, 4, как вам? 3, 4, 5. 3, 4, 5? Да. Давайте на 5. 17.00. Все, записала. Спасибо большое, Тин, за сессию. Разрешаете оставить? Да. Спасибо большое. Тин, у меня звук пропал, не слышу вас. Нет? А это бывает, когда, если был звонок, то сбивается. Не, не слышу. А, ой, кажется, слышу. Так, а сейчас? Все, Тин, все, слышу. Слышу. Нет, кажется, не слышу. Нет, кажется, не слышу. Ну, ладно. Ой, вот как-то и прям пробивается звук, но совсем еле-еле. А, слышу, Тин, все. Да, 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 слышу. Спасибо большое тогда за сессию. Разрешаете оставить? Опять не слышу. Окей. Спасибо. Всего доброго. До следующего раза. Пока. Продолжение следует...